приветствую вас друзья у нас прогноз для представителей знака зодиака водолей на первую половину апреля давайте посмотрим по всем сферам жизни что ожидает представители знака зодиака водолей с 1 по 15 апреля по всем сферам жизни на ленорман мы посмотрим для вас сюрприз или неожиданность также получим советы от оракулов это лей первая половина апреля что у вас будет происходить в начале апреля в ваш настрой ваши ожидания что вас ждет личных отношениях первая карта у кого есть отношения или брак 2 карта для тех кто в поиске любви и отношений да у вас три старших аркана но по отношениям у вас тут серьезные перемены работая бизнес карьера у кого есть занятость что у вас будет происходить для тех кто в поиске работы у ваш перспективы финансы что у вас будет происходить в конце этих 15 дней и совет или предупреждение от таро на дне колоды у вас рыцарь кубков ну рыцарь кубков это какие-то приятные события это может быть поездка куда-то вы можете отправиться в отпуск или навестить кого-то или в какое-то для вас место но еще у кого может кто-то приехать человек которую вы рады видеть но у нас еще рыцарь кубков это все что отвечает за романтику любовь у кого-то здесь может быть встреча признание в любви приглашение на свидание но если мужчина смотрит вы будете проявлять кому-то знаки внимания также здесь есть шанс помириться если вы были с кем-то в ссоре но еще у кого-то может быть здесь предложение руки и сердца до желание пожениться если смотреть по работе это может быть очень хорошая атмосфера на работе вообще вы будете в хорошем настроении в конце 15 дней но это еще и заниматься любимым делом любимым занятием хорошо давайте посмотрим что нам скажет ленорман водолей с 1 по 15 апреля при спины неожиданность хорошо мы начнем трактовать с карты смерть до входите вы с переменами тут карта говорит что в вашей жизни заканчивается один этап период начинается другой то есть какая-то дверь у вас закрылась тут вернуться сюда уже нельзя здесь даже ручки нет но приоткрылись другие возможности варианты перспективы но вот в начале апреля у вас будет период трансформации до это может касаться и работы и отношений у кого-то здесь у женщин может закончиться любовь до гроб это завершение это окончание это разрыв может быть отношения были тайные кто-то тот больше относится к женщинам вот сюрприз неожиданность больше относится к дамам кто-то и женщин может потерять работу потерять или уйти или закрыть какие-то свои проекты на которые вы возлагали большие надежды здесь может быть и потери какой-то финансовые выгоды но еще это не осуществление каких-то планов давайте мы уточним смерть с чем она у вас связана с работой с отношениями может кто-то будет менять место жительства но вы можете закончить одну работу потому что получите предложение тут у кого-то переезд до смены места жительства у кого-то может быть окончание одних отношений начало других но если отношения были тайны и может быть вы закончите потому что у вас кто-то появился также восьмерка это продвижение вперед но для того чтобы вы начали двигаться вперед вам нужно из своей жизни убрать то что вам больше не нужно иногда вот эти две карты говорят когда мы заканчиваем один проект и начинаем следующий кто-то может отправиться в дорогу кто-то будет переезжать кто-то может быть полетит куда-то на самолете вот приятная поездка но это что-то судьбоносное потому что все-таки старший аркан смерть говорит что вы не просто куда-то и поедете отдыхать а это может быть переезд с целью смены места жительства хорошо давайте мы уточним верховную жрицу да но в первую очередь карта говорит слушайте свою интуицию свое подсознание вы можете найти выход из какой-то сложной ситуации или распутать какую-то задачу да но еще у нас верховная жрица это тайные это может быть тайная связь или вы что-то скрывали или от вас что-то скрывали то что может стать достоянием как говорится или вас или общественности ну давайте мы уточним ну я так думаю что была тайная связь может быть связь с несвободным человеком или вы например находитесь в браке у вас кто-то появился вы скрывали свою связь пятерка жезлов это не война но это борьба это когда у нас в любви в отношениях есть конкуренты и нам приходится бороться но вот эти еще две карты могут показывать пожилую женщину может быть это чья-то мама с кем вы не сошлись характерами вы не можете договориться у вас недопонимание да ну смотрите семерка это обман это ложь но тут или у вас в ваших отношениях это все происходит ну все-таки гроб лег или здесь будет разрыв с какой-то дамой вот она даже отвернута в другую сторону может быть это какая-то пожилая дама с которой вы так и не смогли найти общий язык или здесь в отношениях был обман семерка говорит что у человека да вот например женщина смотрит у вас была связь с несвободным человеком да вы боролись за свою любовь но по семерке скорее все очень мужчины все устроило это обещает но ничего не делать и вы эти отношения разорвете тут может быть у вас кто-то появился или просто это освободиться от этой зависимой от на связи от этих зависимых отношений но все-таки у нас на дне колода лег рыцарь да и здесь восьмерка тут то ли коммуникации может быть знакомство с человеком через интернет где-то в другом городе может и в другой стране и вот уже в конце 15 дней тут будет и признание у любви а может быть человек вам приедет или вы куда-то поедете встретиться поэтому в эту зависимую связь просто прекратить ну а для тех кто в отношениях или в браке с независимым человеком да то есть может человек свободен тут все равно как бы мужчина увиливает от принятия решения то ли пока мужчина не созрел то ли здесь присутствует обман хорошо для тех кто в поиске любви диста шаркан луна все луна показывает эмоции страсти но и луна еще и страхи и еще это может быть дальняя дорога и давайте мы луну уточним тут переживание конечно да вы на пороге новых отношений и причем человек придет вашу жизнь благими намерениями паш пентаклей до паш пока еще это паш но что у нас здесь да у нас этот паш может прийти в рыцаря то есть как бы карта говорит что да тут будет и страсть и эмоции переживания но познакомиться у вас есть шанс это может быть представитель земной стихии телец козерог или это может быть знакомство на работе или там где вы учитесь но у нас в конце 15 дней еще один пошлюк может быть это будет еще одно знакомство мы его сейчас уточним да то есть какие-то знаки внимания предложения приглашение на свидание признание в любви да все это будет происходить поэтому общайтесь да есть шанс познакомиться тут еще гроб может выходить в виде изоляции вот вот того что происходит сейчас мире до познакомиться влюбиться какие-то приятные сюрпризы неожиданности предложения но встретиться будет мешать этот гроб может быть реально человек где-то в другом городе другой стране что здесь я говорю шут это новые отношения но посмотрите тот человек да вот может быть где-то за океаном или за водной гладью может быть поступить приглашение поехать ну насчет поехать не знаю когда у нас все это откроется хорошо поэтому общайтесь есть шанс познакомиться для тех кто работает здесь или уход с работы оставить что что то что вам раньше очень нравилось то что он доставлял удовольствие или тут карта говорит если у вас свой бизнес может быть над своей работы для женщин больше да вы зашли в тупик восьмерка говорят что человек трудился и все и нет развития и вы не знаете как сдвинуть с мертвой точки чтобы но началось продвижение то есть вот эта смерть говорит чтобы началось продвижение нужно от чего-то отказаться если вы видите что здесь нет перспектив не развивается ничего значит от чего-то отказываетесь начинайте что-то новое то что поможет вам реализоваться да может быть сомнения будут уходить не уходить да что-то вам уже здесь не нравится но и оставить вы боитесь сомнения да вдруг я сейчас эту работу оставлю или проект закрою может быть другую работу не найду или другой проект не пойдет но вот эти карты сказали что до продвижение будет опять слушайте свою интуицию если она вам говорит что но нет развития значит надо что-то менять почему восьмерка и говорит расстаться с прошлыми ожиданиями и начинать ставить новые задачи новые перспективы может кто-то вообще здесь будет менять и профессию и род деятельности ну а кто-то может отправиться куда-то в дорогу иногда восьмерка говорит когда нам нужно куда-то уехать вот с целью заработать хорошо для тех кто в поиске работы здесь ложится ваша карта ну и королева мечей это или давать какие-то консультации помогать другим людям может быть здесь поступит предложение например заняться преподавательской деятельностью или кого-то чему-то обучать или что-то связано например с коммуникациями сообщением может быть это там где нужно носить форму оружие юриспруденция то есть что-то мы сейчас ее конечно уточним то есть от заниматься любимым делом то что вы уже знаете в чем вы очень опытны да и рыцарь мечей это вот рвануть куда-то вперед поставить цель и обязательно ее добиться несмотря ни на что но тут как бы карта говорит да если планировали что-то свое начинать до краю мечей это еще может быть что-то связано с творческим проектами она говорит да действуйте но опять же продумайте все и начинать реализовывать то что вы хотели потому что все таки по деньгам здесь какие-то сомнения получится не получится сомнения надо убирать да они нам мешают и страхи нам мешают вот у вас два рыцари продумайте стратегию и занимайтесь любимым делом ну может быть еще конечно карта говорит что какая-то королева мечей может вам помочь то есть от нее поступит неожиданные сообщения новости может быть для того чтобы найти работу нужно отправиться будет куда-то дорогу дорога вас это очень порадует да то есть это начать что-то новое может быть вообще жизнь с чистого листа может кто-то уже сидит ждет получение каких-то документов но пока изоляция мешает вам реализоваться или уехать куда-то давайте посмотрим финансы у вас есть какие-то сомнения колебания начинать не начинать получится не получится да давайте мы хотя мечи конечно это ваша масть как бы вот еще карта говорит может быть по финансам почему у вас сомнений вы понимаете что у вас или мало опыта или еще не хватает знаний может быть для того чтобы или начать или вот что-то здесь поменять и десятка еще говорят что может быть вы боитесь не справиться но что самое интересное у вас есть паш и королева жезлов и хотя это не ваша масть но карты могут показывать вас то есть как бы карта говорит вам нужно наверное рискнуть но если вам вообще терять ничего да нет работы что-то у вас какие-то мысли были до продумайте все слушайте свой внутренний голос рискните и берите бразды правления свои руки по королеве жезлов она же может справиться с любой задачей она вообще горы может своротить но мало того вы можете еще организовать вокруг себя людей повести за собой как бы стать лидером карта говорит все будет ваших руках тут у нас еще и гроб то может показывать еще болезненный переход вот как по смерти да вот но переход так улучшению но как правило мы все вообще перемены очень тяжело переживаем здесь вам самое главное настроиться на то что все будет хорошо и тогда вы реализуете все ваши задумки и планы очень много движения очень много активности но через вот через трансформацию когда нужно что-то от чего-то отказываться иногда нам страшно иногда нам больно расставаться с чем-то то есть как бы меняется наш привычный образ жизни но через эти изменения мы растем мы начинаем развиваться у нас появляются какие-то новые пути коммуникации поездки движуха поэтому карты говорит до перемены будут но готовьтесь к тому что будет сложно но самое главное что это не попусту будет сложно а это именно к улучшению тут у вас и огонь и продумывание и удовольствие одно сплошное движение так хорошо совет для водолеев материканского оракулу первая половина апреля давайте получим для вас совет ворон прямая сейчас сейчас для вас наступило время горевания и если вы будете отрицать это то лишь затяните необходимый период восстановления найдите безопасное время и место чтобы оплакать свои потери затем поднимитесь над ними как летящий ворон и взгляните на произошедшие с более широкой перспективы так как даже в потере может скрываться благословение и аффирмации здесь я принимаю уроки перемен хорошо еще у нас совет от оракула магические врата водолей первая половина апреля забота о себе я принимаю и люблю себя сейчас я вам сочетаю бывают ситуации когда собственные потребности нужно ставить выше потребности ожиданий других людей вот сейчас это самое время позаботьтесь о себе по ухаживайте за собой купите себе букет роз пригласите себя в шикарный ресторан купите себе подарок о котором давно мечтали да все откладывали от не отнеситесь к себе так как отнеслись бы к дорогому гостю до вы купите себе подарок вот такой у нас с вами получился прогноз я благодарю вас за просмотр всем хорошего до свидания